Всем доброе-доброе утро! На заднем фоне Виктор Владимирович, бан Анны Викторовны. Мы едем по делам в больницу. У меня дальше будет пост. Я под видео выложу пост с координатами новой почты в Харькове, куда можно отправлять одежду, куда можно отправлять средства гигиены для пострадавших в Херсоне. Если у вас есть такая возможность, то, пожалуйста, откликнитесь. Очень много людей пострадали. Надеюсь, что все вместе мы поможем. Я, если честно, не представляю, как это, что это. К сожалению, каждый раз все хуже. У нас два дня тоже были не очень. Позавчера Анна Викторовна рвала фонтаном. Я первый раз такое видела. Прям фонтаном несколько заходов. Мы перепугались. Так я быстро побежала за лекарством, за смех, за всем, чем можно. Тут два варианта. Что было, мы не поняли. или укачала, потому что мы много были на машине, или по факту мы дали в качестве прикорма клубнику. Клубника домашняя. Но, не знаю, или ей было много, или не зашло. Вот была рвота. Вчера немножечко и диарея была, что ей вообще не свойственно. Вот абсолютно не свойственно. Ну, тьфу-тьфу-тьфу. Но сами еще виноваты, потому что вчера утром она уже не кушала. Кушала плоховато. А я еще второй раз дала клубнику. Кстати, информация по поводу клубники прикорма, где пишут, что можно клубнику с 5-6 месяцев, а где нашла вообще с двух лет. То есть получается все сугубо индивидуально. Вот как-то вот так. Встретила человека, который делает ремонт наверху. Договориться нам более или менее с хозяинами не удалось. Вчера получилось, что я записана была на УЗИ к гинекологу. Мне никак нельзя было не пойти. А дрель-перфоратор работал так, что малая не могла заснуть. Кричала. Бабушка 2 часа просидела с ней на балконе. И вот и шел парень, и он сам спросил, что и как. Проблема в том, что все глухонемые. То есть они не могут оценить уровень шума. И плюс я не могу с ними договориться. Я вчера, когда он работал, ходила, стучала, стучала. Но человек не слышит. Вот и все. Ну и проблема в том, что такого четкого-четкого прям режима еще пока... Ну режим есть, но она может заснуть и в час, может заснуть и в два. Может проспать час, может проспать три часа в обед. Вот как-то так. И в основном два сна, но может и три. То есть вот сегодня она проснулась пол шестого, вчера она проснулась в семь. То есть час-полтора туда-сюда, а для людей это важно. Вот такие у нас дела. Хвостей из наших хотела малышке сделать массаж больше для профилактики, чем для показаний. Пошли к тому же парню, которому ходили с гипертонусом в три месяца. И вчера стоял Ор. Я помню, когда еще тогда мы к нему ходили, и получается там была малышка семи месяцев. Она кричала так. И он тогда сказал, детям в два-три месяца намного легче делать, чем деткам в шесть-семь месяцев, когда они уже понимают, где свой, где чужой. Я только зашла в кабинет. Крик стоял такой. Я пыталась, как могла, развеселить. Он тоже пытался, да, честно отработать свои деньги, потому что платишь наперед. То есть вот это минус. И как бы я говорю, нет, хватит. То есть она просто кричит, он говорит, ой, она у вас тогда не будет сидеть, она ленивая у вас. И так, все, я говорю. Ну, она уже ползает, начинает ползать. Она, да, все, в принципе, по... Ну, не показываю сейчас. А я не показываю. Я свою морду покажу. Здравствуйте. Все по показаниям. Все по показаниям. Не понравилось. Но он пытался, она кричала, он все равно пытался ее на четвереньки ставить, позанимался. Да, упражнение клевое, классное. То есть он профессионально так, так, так показал. Я половину не запомнила, половину что-то запомнила. Сегодня сходим второй раз, последний посмотрим, откажется она или нет. Если сегодня тоже будет так кричать, ну, тогда все. Тогда только мама будет дома заниматься. Я и так с ней занимаюсь, когда у нее есть настро... Мама говорит, папа будет... А ну, скажи это на камеру, кто занимается с ребенком? Папульчик, конечно. Да. А то мама вот это приписывает себе. Да, даже Анюта показывает, кто занимается. Мама. Идем за черешней. Надеюсь, мы купим черешни, покажу вам цены. По факту, чуда не случилось. Ребенок кричал и кричал сильно. Поэтому, скорее всего, больше ходить не будем. Ну, а там посмотрим. На семейном совете обговорим. Ну, кто-то считает, что такой плач, постоянный, монотонный, это нормально. Кто-то, что она пользуется положением. Массажист говорит, что она вообще у нас желанный ребенок, поэтому она манипулирует. Может и манипулирует. Я не спорю. Но мама медсестра в детском садике, она знает и достаточно неприятные. Исходы связаны с таким монотонным плачем. Так что здесь палка в двух концах.